Добрый день, дорогие друзья, постоянные подписчики и будущие подписчики библиотеки российского центра науки и культуры Еревани. Наша библиотека насчитывает более 14 тысяч единиц хранения, из коих 10 тысяч книги. Несмотря на то, что библиотека не носит чье-либо имя, мы спокойно могли бы назвать нашу библиотеку имени Пушкина. Ответ, не только потому, что Александр Сергеевич является солнцем русской поэзии, не потому, что он является родоначальником литературного русского языка, а потому, что библиотечный ресурс нашей библиотеки очень богат изданиями, которые связаны с именем Александра Сергеевича. По известным всем причинам сегодня приостановлена работа всех библиотек. Мы искренне надеемся, что в самом скором, обозримом будущем мы снова сможем встретиться, библиотека и книги вновь оживут. Ну а сегодня, 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, мы хотим вам представить нашу традиционную книжную выставку, приуроченную в 221-й годовщине со дня рождения поэта. Великим ценителем книг был Александр Сергеевич Пушкин. «Почитай поэзию, доброй, умной старушкою, которой можно иногда зайти, чтобы забыть на минуту сплетни, газеты и хлопоты жизни, повеселиться ее милым болтанием и сказками, но влюбиться в нее безрассудно», говорил Александр Сергеевич Пушкин. Наша книжная выставка «Естественно» составлена, в первую очередь, из произведений самого Александра Сергеевича Пушкина. Здесь можно найти «Дубровский», «Капитанская дочка», «Маленькие трагедии». Естественно, здесь есть роман в стихах, в десяти главах Евгения Онегина. Хочу привлечь ваше внимание к двум томам Ивана Новикова, «Пушкин» в Михайловском и «Пушкин» на юге. Это очень важная часть жизни и творчества великого поэта. Это тот период, который он провел на юге и тот период, который провел в царской ссылке. Также хочу привлечь ваше внимание к одному очень интересному изданию под названием «Дневники. Воспоминания. Письма». Эта книга составлена из автобиографических записок Пушкина, его воспоминаний о современниках, заметках, афоризмах, статей и очерках. Что является одной из самых примечательных в этом сборнике. В него входят также письма невесте, а затем жене Натальи Николаевне Пушкиной. Письма адресованы любимой женщине. В них весь Пушкин – гениальный поэт с чуткой душой и ранимым сердцем. Александр Пушкин. Дневники. Воспоминания. Письма. Книга Людмилы Егоровой «Пушкин в Архангельске». Очень интересная книга. Впервые предстают перед читателями малоизвестные подробности из жизни потомков Александра Сергеевича Пушкина. В книге помещены рассказы об истории пушкинских реликвий, которые хранятся в Архангельске. Личная переписка правнучки поэта Ирины Евгеньевны Клименко-Гибшман. Книга иллюстрирована семейными фотографиями потомков Пушкина шести поколений. Еще очень важную деталь хочу отметить. Для нас книга просто бесценна, потому что Российский Центр получил ее в дар от самой писательницы Людмилы Егоровой. С дарственной надписью «Читателем библиотеки Российского Центра науки и культуры с чувствами добрыми» от автора. 2012 год. Не могли обойти вниманием, естественно, и Всероссийский музей Пушкина, в котором хранится более чем 200 тысяч экземпляров музейных экспонатов. Также нужно отметить, что многие полотна, многие картины демонстрируются впервые. Также хотим представить вашему вниманию очень интересный литературный труд Владимира Фридкина под названием «Пропавший дневник Пушкина». Здесь автор собрал рассказы о поисках в зарубежных архивах. Несмотря на то, что со дня смерти Пушкина прошло очень много лет, поиски и малоизвестные факты о жизни и творчестве поэта и писателя по сей день продолжаются. Еще одно не менее интересное издание хотим представить вашему вниманию под не менее интригующим названием «Пушкин плюс». Вас, наверное, заинтересует, почему так называется книга. Дело в том, что были произведения, которые при жизни поэта-писателя были не окончены, и различные многочисленные авторы попытались сделать концовку продолжения известным произведениям Пушкина. В частности, в «Голубом небесном поле», «Русалка» и «Египетские ночи». Книга называется «Пушкин плюс». Еще одну книгу представляем вашему вниманию «Бояр старинных я-потомок». Книга известного ученого, доктора исторических наук, профессора Александра Манько. В книге собраны исторические сюжеты о Пушкине, его предках, потомках и также отдельные сюжеты из биографии. Для любителей пикантных подробностей о жизни знаменитых людей мы можем предложить еще одно издание под названием «Я вас любил. Музы великого поэта и их судьбы». Надеемся, вам будет интересно. Обычно наша книжная выставка обязательно включает в себя издание для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста. И в этом случае мы тоже не могли обойти их стороной. Ребята именно этих возрастных категорий для себя тоже могут найти много интересного. Здесь «Золотые сказки Пушкина». Здесь аудио и видеоматериалы, то есть мультипликация в формате 3D с участием Михаила Казакова и Сергея Роста. Это цикл «Школьная библиотека» и цикл «История России». Я думаю, что детям будет очень интересно, особенно в период летних каникул, посмотреть и послушать сказки Пушкина. Дорогие друзья, хочется нашу небольшую виртуальную выставку совершить, естественно, словами великого поэта. Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не может устоять против всеразрушительного действия типографического снаряда. «Уважайте класс писателей», — говорил поэт. На этом сегодня все. Берегите себя, чтобы в ближайшем будущем мы снова могли встретиться в библиотеке Российского Центра науки и культуры. Всего хорошего! Дорогие друзья, для всех тех, кто ознакомился с нашей виртуальной книжной выставкой, предлагаем небольшой бонус. Ознакомиться с графическими работами из собрания художника Владимира Беликова «Пушкин» в графике XIX-XX веков. Дорогие друзья, для всех этих cuadern Minute. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok